ПОДАРОК Подарок Старому Новому Году в Зеленодольске решили сделать своими руками. Заложили очередной корабль. Церемония, как всегда, прошла торжественно и масштабно. И радоваться есть чему. Это шестое судно, серийное производство, гособоронзаказ. Время непростое, и страна ждет сегодня от российских корабелов, от корабелов Татарстана, особых усилий, особого рвения с тем, чтобы страна чувствовала себя еще более надежно. Вы являетесь уже стабильным, давнишним исполнителем государственного оборонного заказа для Министерства обороны. Мы очень довольны вашей работой. Начиная с патрульных катеров «Грачат», вы сейчас устойчиво вышли на рынок создания кораблей ближней морской зоны. Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стал уже предметом гордости российских вооруженных сил, военно-морского флота. Корабли, построенные здесь, в Казани, в Зеленодольске, вы знаете, отлично проявили себя в Сирийской Арабской Республике во время конфликта. Они хоть и маленькие, но очень зубастые. Важность развития оборонных предприятий и умение быстро наращивать объемы производства – одна из стратегических задач, которую ставит президент России Владимир Путин. Об этом он говорил в ноябре прошлого года на совещании с оборонными предприятиями, число которых входит в Зеленодольский судостроительный. Здесь уже спустили на воду не одно поколение военных кораблей. Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонных продуктов и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. Сегодня табличка, скоро целое судно. На патрульном корабле появятся каюты, рубка, энергоустановка и вооружение и даже вертолет. Очень важно, чтобы завод был обеспечен заказами. И в этом деле, Дмитрий Олегович, Юрий Иванович, я хотел бы отдельно поблагодарить вас благодаря заказу. Спасибо большое. Завод не только развивается, он просветает и у нас огромные планы. В праздник и награды Рустам Яниханов наградил вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина медалью Республики за доблестный труд. За многолетнее плодотворное сотрудничество и большой вклад в реализацию совместных проектов по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главное преимущество таких кораблей – многофункциональность этой боевой машины и спасательное судно одновременно. Первый корабль такого типа спустят на воду весной этого года. По плану корабль должны достроить через три года. В 2021 году его спустят на воду. Куда же он отправится выполнять задачи, пока неизвестно. Альбинас Лугареев, Андрес Интальцев, ТНВ, Зеленодольск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова